Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. И сегодня у нас преподаватель по вокалу из Канады. Зовут его Спенсер Уэлч. Всем приятного просмотра. Привет! Я Спенсер Уэлч, преподаватель по вокалу и автор обучающей программы для пения. И сегодня у меня для вас что-то особенное. Я собираюсь сделать реакцию, ну и немного анализа на певца Димаш Кудайберген с песней «Симф-пасшн». Ну и, если вы, конечно, не упали с луны, вы наверняка слышали про этого поразительного певца. И я очень взволнован сегодня перед его прослушиванием. «Ломай меня полностью, Димаш! Давай!» Напомню-ка я вам, что этого парня многие называют самым лучшим певцом в мире. И еще говорят, что он самый лучший певец на ютубе. Ну давайте, давайте посмотрим, что Димаш приготовил для нас сегодня. Что ж, присаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Димаш Кудайберген Димаш Кудайберген Красиво, плавно. Такой минимальный старт. Он создает себе место для разгона. Вы послушаете это и подумаете, ну и что здесь такого? Но у этого парня диапазон в 7 октав. По крайней мере, так говорят. И знаете, когда кто-то начинает вот так низко, медленно и с придыханием, это обязательно перерастет в нечто большее. И это очень умное решение для певца. Не нужно сразу лупить, что есть мочи. Минимальное начало. Чтобы потом было куда расти. Димаш Кудайберген Я читал, что он обучался и классическому пению, и современному поп-вокалу. И здесь был этот блестящий поворот в середине этой фразы, когда он перешел с «тай». Гортань расположена немного выше, звучание легкое, и есть немного дыхания, чтобы звучать более так попсово. И потом на полпути гортань немного опускается, и он начинает использовать немного грудной голос, свой нижний грудной голос, и приобретает уже более оперное звучание. Это называется поппера, и получается приятный контраст и настройка для продолжения, которого я ожидаю. Ну что ж, посмотрим. Ночь замкнула ресницы И вокруг тишина Забыты споки, руки, лица Не нужна только ты одна А здесь он поет польцетом А потом смешанный голос Выпью зелье до дна И ты вернешь меня из песни в этот мир Только ты одна Ну что ж, он пел это фальцетом, и затем он немного больше поддавил, и его голос стал более плотным. И он чуть-чуть прикрыл гласные звуки. Заметили это? Он не... Он не растянул свой рот по сторонам. Он открыл его немного больше по вертикали, когда начал давить на свой голос. И примерно вот так в фальцет превратился смешанный голос. Вместо того, чтобы подтягивать грудной голос и душить самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok Вот ты, Димаш, ты... Он начал головным голосом. Это нота ля-4. Это теноровый головной голос. И это уже второй пассаж, или второй переход. Он начал... И это был головной голос, это не фальцет, который прозвучал так сладко, ярко, головными свойствами голоса. А потом... В следующий раз... Он опустил свою челюсть. Горта немного опущена. И он начинает сопротивляться воздуху более толстыми голосовыми связками. И отсюда мы получаем этот оперный головной звук. Это ж прям как поворотти. На этом звуке A. А потом... В третий раз он это произнес, раскрывая свои гласные на этом звуке A. Вот так. и здесь это уже как бродвейский белтинг представляете он перешел с головного голоса на оперный головной голос который звучит как грудной и потом на этот бродвейский белтинг который как головной смешанный голос этот парень этот парень и теперь если этого недостаточно я спою это тенорным голосом оперными головным голосом бродвейским белтингом ну и прихвачу с собой оперная сопрано которая звучит как сопрано головным голосом он же сейчас на он сейчас на ноте ми-6 как будто он колорадура это сумасшествие он настраивает свои гласные чтобы они звучали вот так то есть он применяет настройки головного голоса своим вокальным связкам и затем делает свои гласные немного темнее это такой звук как уханье совы что ж он может оставаться в этом густом глухом пустом сопрано со свойствами головного голоса давайте продолжим губернатор субтитры создавал DimaTorzok у меня нет слов итак он был в этом колоратурном диапазоне и вместо того чтобы настроить свои гласные где они более открытые сзади он теперь открывает эту гласную и переходит в такой звук в такой глотальный резкий звук но в головном расширении это почти как свистковый диапазон но на звуке он способен утончить этот звук большинство людей здесь бы уже заглохли а он может утончить это и отправить стратосферу настройка его голоса просто невероятно я уже не говорю про этот музыкальный стиль что он применил я не знаю может быть это ваши казахские штучки что то такое что то интересное похоже на тремоло ну и конечно последнее что он сделал это уже крайняя степень и он сделал это наш атлет достиг финишной черты и да он заслуживает цветы он заслуживает все цветы мира это было умопомрачительно умопомрачительно я не знаю лучше ли он певец в мире но он без сомнений может делать все со своим голосом этот парень не только отлично натренирован также у него есть невероятное чувство различных стилей в звучании своего голоса и также он делает вот эти всякие он держит эти ноты и исполняет вот эти арэмбишные разбежки он же там пел целых 20 секунд и все это время поднимался в этот колоратурный диапазон невозможно я просто я обалдел всем спасибо за внимание подписываемся на спенсера подписываемся на наш телеграм-канал там я публикую запрещенные реакции и заставки всех люблю всех обнял пока